Океанский оклан Совершенно секретно. 10 декабря 1971 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Андрею Гречко. По докладу военного атташе, в первый день конфликта индийский эсминец Раджпут уничтожил глубинными бомбами подводную лодку ВМС Пакистана. 4 и 9 декабря отряд катеров Индии потопил и повредил противокорабельными ракетами П-15 советского производства, 10 пакистанских боевых кораблей и судов, а также сжег на берегу 12 нефтехранилищ. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Петр Ивашитин. В тот же день советская разведка получила данные о том, что к территориальным вводам Индии приблизилось английское оперативное соединение во главе с авианосцем «Игл». Для помощи дружественной стране советское правительство направило отряд кораблей под командованием контр-адмирала Владимира Круглякова. Мне было приказано организовать слежение. Лодки я расставил в Бенгальском заливе в Аравийском море на позиции, а с кораблями пошел на слежение за «Иглом». Но советским кораблям было нечем бороться с такой защищенной целью, как авианосец «Игл», кроме торпед и артиллерии. Поэтому им на помощь из Владивостока вышли еще три ракетных корабля и шесть подводных лодок. Вскоре англичане ушли на юг, Мадагаскару. А к побережью Пакистана направилось американское ударное соединение во главе с вертолетоносцем «Триполи» и атомным авианосцем «Энтерпрайз». Под предлогом эвакуации своих граждан из района боевых действий корабли попытались вмешаться в конфликт на стороне Пакистана. Я получил от главнокомандующего не допустить подхода американского флота к военным базам Индии. Но на их пути встали советские крейсеры, эсминцы и подлодки, вооруженные крылатыми ракетами. Я полукругом сзади окружил и ракеты П-35 нацелили на «Энтерпрайз». Блокировал, но не пропускал их ни к «Карачи», ни к «Читагонгу», ни к «Даке». На советских кораблях стояли противокорабельные ракеты с небольшой дальностью, до 300 километров. Поэтому, чтобы держать противника под прицелом, командиры шли на риск, максимально к нему приближаясь. Человком сказал, что когда они появятся, подними лодки, чтобы они увидели, что в Индийском океане все есть, в том числе и атомные лодки, ракеты, ракетные. Я поднял, и они зафиксируют это дело. Потом я перехватил телеграмму, я командовал этим авианосным соединением, значит, контр-адмирал Дэмон Гордон. Он дал телеграмму командующему 7-м флотом, «Сэр, мы опоздали в океане, атомные подводные лодки русских и большая эскадра». Война продолжалась две недели и закончилась 17 декабря поражением Пакистана.